В первой попытке спортсмена из Алматы Эдуарду Канашевичу осилить в рывке 100 килограммов, к сожалению, не удалось. В своей второй попытке Эдуард все же поднял штангу. В последнем подходе парень решил увеличить вес штанги до 107 килограммов, но тут алматинец совершил техническую ошибку. К этим соревнованиям мы сильно не готовились. Следующее соревнование будет взрослый чемпионат Казахстана в городе Астама. Здесь проходят молодежные игры. Тут, конечно, результат надо показать хороший. Тут будет отбор проходить в дальнейшем на Азию, чемпионат Азии. В группе тяжелоатлетов в категории 69 килограммов повладарский спортсмен Евгений Глаченко все три подхода осилил без труда. Рывки Евгений поднял 110 килограммов. В данной категории я вес сгонял. У меня был 71 800. Я сгонял вес. Ну так, тяжеловато было. Тренера думали, рассчитывали, почитали все верно. Сработал три подхода, все как полагается. Лично я доволен своим результатом, потому что я думал где-то 105 сделаю. Но я сделал 100, 105 и 110. Все три подхода отлично сработало. За призовые места на третьих молодежных играх по тяжелой атлетике борются более 300 сильнейших атлетов страны, в их числе и девушки. Соревнования являются отборочными на азиатские старты, а также лицензионные турниры. Эти соревнования мы рассматриваем, прежде всего, как просмотр лежащего резерва. До 23 лет возраст. Здесь средний возраст 19-20 лет. 20 лет. Это те ребята, которые будут делать погоду перед Рио-де-Жанейро. Я думаю, процентов 60, может 70 из этого состава пробьются в состав, который будет выступать на олимпийских играх в Рио. Соревнования завершатся 30 марта. В этот же день победители будут награждены медалями и ценными призами. Лучшие атлеты войдут в состав сборной и будут отстаивать честь страны на азиатском чемпионате. Продолжение следует...